Всем привет! С вами канал Всё обо всём. Мы продолжаем проходить игру Коросары каждому свою. В предыдущей части мы выполнили квест Тени Прошлого. Сорезлили с Джессикой. Смиловали от ней. Отвезли на Корот и Рояль, где она убила своего обидчика. Исцелили с Баретштауне. Ну и исцелили как бы её. Ну, теперь осталось, как бы сказать, последнее задание пиратской саги. Завещание Шарпа. Итак, теперь идём к нашему адвокату, Альберту Локсли. И поговорим с ним. Сэр, вам удалось отискать что-нибудь, доказывающее происхождение вашей доверительницы? Да, причём у меня на руках доказательства более чем исправливающие. Вот как? Давайте посмотрим, что же это за доказательства. Это отличное письмо Баретшарп своему брату, в котором оно однозначно утверждает, что родила дочь от Луаренса Белперопа, известного как Капитана Бутчера. И отдала её к ромлению молодой вдове Гледис Чендлер. Вот это письмо. Держите. Сама Гледис готова подтвердить факт передачи её малышки под перестягой, а также то, что отец девочки предоставился именно как Капитан Бутчера. Минуточку. Злостный пират и убийца английских подданных Капитан Бутчера был повершен в форте Сэн Джонса 20 лет назад, а Луаренса Белтероп, ротяжа Эдварда Дойли, террогически погиб совсем недавно. Более того, именно его Дойли и планировал назначить губернатором Шараптауна. Ха, конечно. Никто не в курсе. У меня есть письменные показания Рэймонда Байкера, бывшего палача Сэн Джонса, о том, что он под угрозой смерти вынужден был устроить инсенсировку казни Бутчера. Вот, ознакомьтесь. Хм, так-так. Лаука придумана, правда? Таким образом, Бутчер остался жив. Вернулся в Англию, где снова стал называться Лоуренсом Белтеропом. Под этим именом он и прибыл сюда снова, не узнанный никем. Но это, это в корне меняет дело. Если вы передадите голосное письмо Беттерис, то этот фактически означает, что все это время военный губернатор Ямайки укрывал беглого пирата Бутчера, которого должен был немедленно арестовать и передать суду за прошлое преступление. А показания Байкера просто уничтожат любые доводы против... Вот это да. С такими козырями я бы обыграл Дейли в чистую. Я очень рад. Полностью полагаюсь в ведении процесса на вас. Да, скажите. А как погиб Лоуренс Белтероп? Это жуткая история, сэр. Его нашли в собственной спальне с лицом перекошенным от ужаса. Трудно даже представить, что могло так напугать этого бесстрашного человека. Говорят, он был весь покорыт инеем, как будто месяц лежал на леднике, а все тело его было в страшных рваных ранах. Ни капли крови, вы представляете? Ни капли. Да, кошмар. Получается, его убили? Но кто? Неизвестно. К тому же тут все так запутанно. Гарнизонский лекарь, рассматривавший тело, сказал, что одна рана не была смертельной. Белтероп умер или от страха, или от боли, или от чего-то еще. В общем, загадочная смерть. Понятно. Когда состоится суд? Тут многое зависит от вас, сэр. Как только вы выплатите мне вторую часть гонорара от 450 дублонов, я подам документы в суд и максимально ускорю начало процесса, не позже, чем через неделю после вашего взноса. Елен войдет в парово наследства. Очень хорошо, держите ваши дублоны. Прекрасно, сэр. С вами приятные дела. Теперь договоримся так. Прибудете ко мне завтра. Да-да, вы не слышали, завтра. Я все-таки лучший адвокат на архипелаге, и у меня большие связи. Приходите обязательно вместе со своей доверенницей. Как вы понимаете, без ее участия суд не может состояться. Не опаздывайте и не покидайте город. Если сможете, прихватите последнюю часть гонорара. Я полностью уверен в вашей победе. Хорошо, мы будем в вашей коннаторе завтра, мистер Элопси. Итак. Теперь нам предстоит вернуться. Глок слезалтера, где состоится наш суд. Думаю, в этом у нас сюрпризов, по крайней мере, не должно быть никаких. Потому что козыри, как бы сказать, у нас здесь всегда рады. Теперь сейчас мы идем вместе с Елен, к этому адвокату, где состоится суд. А вот и вы, сэр. Рад вас видеть. Признаться, я у вас уже заждался. Это и есть ваша доверенница. Да, позвольте представить. Елен, маг Артур. Маг Артур? Нет, пожалуй, шар. Ну что же, следуйте за мной. Так, вот, теперь шарик идет сам, вместе с Елен. А нам остается только наблюдать за пресс-хождением событий. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, позвольте мне поздравить вас, сэр, и вашу доверенницу. Теперь она полноправная владелица Ислата Сора. За это стоит выпить шампанского. Безусловно, мистер Локсли, ваша речь была просто великолепна. Я думаю, полковника Дойли хватит удара, когда вы сообщите суду, что капитан Бучер и Лоуренс Белтер об одно и то же лицо. Да, мистеру Дойли придется распрощаться с мечтой военной базы Ислата Сора. Что же поделать? Закон есть закон, и он обязателен для всех, включая уважаемого его полковника. Все бумаги, подтверждающие право Илли на Остера, в порядке? Конечно, сэр, я лично проверил каждую запятую. Можете быть уверены, комара носа не подточат. Очень хорошо. Что же, я выполнил свою работу. Дело было сложным, но совместным усилием мы справились. Теперь, сэр, вам остается только произвести окончательный расчет со мной. Я вас не терапию. Понимаю, что сейчас вам было наимного не до того, но думаю, в течение недели вы найдете возможность перенести мне 450 дублонов. Кроме того, такой клиент, как вы, может теперь всегда рассчитывать на небольшие скидки. А сделать я могу немалую. Меня связывают столицы всех наций на Архипеладе, включая Ворождебные. Так что любая проблема может быть уважена. Отлично, буду знать, к кому обращаться. Положительный результат гарантирую, даже в очень сложной ситуации. Вот и славно. Теперь разрешите отклониться. У нас с Лиленой еще очень много дел. До встречи, сэр. До свидания, миксер Локсли. Ты обещал сказать мне что-то важное? Как странно, Шарль. Я только что стала владелицей целого Остарова, но совсем не чувствую себя хозяйкой, Ислата Сора. Полагаю, новый глава берегового прятства управится с делами полонии куда лучше меня. Мне же будет достаточно простой аренды. Хм, ты уверена, Лилен? Подумаю, у тебя же в собственности целый Остар. Я уже подумал, Шарль, если ты позволишь, я бы и дальше хотел остаться у тебя на корабле, рядом с тобой. Так, теперь у нас есть выбор, с кем остаться. Либо с Лилен, либо с Мэри. Ну, я выборю Мэри, потому что, ну не знаю, вся игра как бы идёт, подсказывает, чтобы выбрать именно Мэри. Так. Лилен, ты, похоже, не понимаешь, ты обеспечена до конца своих дней и можешь не обеспокоиться о будущем. У меня же впереди война, запулисьте интеллигии и полная неизвестность. Тебе нужно устаравливать свою жизнь, а не связывать её с авантюристом. Шарль, не лги мне. Ты просто не хочешь, чтобы... Скажи, это она? Та рыжая девчонка со Старого погибших кораблей, да? Лилен, я в первую очередь думаю о тебе, как ты этого не понимаешь. Я так и знал. И что же она тебе так очаровала, а? Эх, Шарль. Ну, раз ты так решил, то мне и впрямь больше ничего не остаётся, как отправится на Старого. Я не буду стоять между вами. Лилен, в случае, огромное спасибо тебе за всё, что ты для меня сделал. Ты лучший из всех, кого я только знала. Ну, а до рязями-то мы останемся? Конечно, Лилен, мы с тобой ещё не раз стараемся на Ислата Сора. Тебя отвезти на твой остров? Не надо, я купила себе корабль. Я куплю себе корабль. За время службы у тебя я собрала сумму, достаточно для покупки и снарожения шхуны. У меня снова будет моя радость. Очень рад, Лилен, что ты оказалась такой хозяйством, Ислата Сора. Не перестала ходить на шхуны. Думаю, в скором времени ты обзаведёшься собственным фрагантом. В целом, возможно, Шарль. Ладно, пойду наверх, пересматриваться для новых корабля. Но сначала... Ага. Поцелуй меня на прощание, пожалуйста. Я Лилен. Ну, короче... Как бы свидание на прощание. Поцеловались и разошлись. Сейчас зайдём к нашему адвокату. Отдадим ему все разу дублона, чтобы мы ему уже должны не были. Отправимся к лесному дьяволу потом. Отправимся к лесному дьяволу. Отправимся к лесному дьяволу. Может, какой-то лад. Вот, нам должен быть отопленный. Отправимся к лесному дьяволу. Отправимся к лесному дьяволу. Чтобы прошел какой-то час. Отправимся к лесному дьяволу. Ладно, я... как вам сказать отправимся на остров погибших кораблей найдем там Мэри заберем ее в большой свет потом закончим на этом приключении а потом уже в следующей части снова направимся к лесному дьяволу здесь всегда рады клиент как бы сказать панах нам убить губернатора постой, капитан куда спешишь освободим своего ворота а потом я уже не знаю, что же будет дальше может быть все еще немного подождем потому что я дурак всегда сохраняюсь а этот раз не сохранился мой козак я гуравь я гуравь а я гуравь я гуравь Ты обещал сказать мне что-то важное. Опять я всё убил и снова загружусь. Так вот, нужно просто было дождаться пока она полностью исчезнет, а я этого не сделал. Так, теперь говорим с адвокатом. Принесли мой гонорал? Да, принес. Вот ваши дублоны. Превосходно, очень приятно вести с вами дело, сэр. Теперь вы можете обращаться ко мне по любым вопросам и рассчитывать на скидки. Проблемы с законом, плод награды за голову. Пожалуйста, приходите, всегда буду рад вас видеть. Лучше, конечно, обойтись бы с неприятностями закона, но мало ли. Спасибо и до свидания, мистер. Ладно, здесь ему платить надо не в дублонах, а здесь. Хорошо, сразу помидусь с всеми властями. Так, ну что ж. Теперь отправляемся к Свенсону. Скажем ему, что у нас все вышло, получилось. Что там еще? Ну, короче, отдадим ему отчет всех наших действий. Кстати, если вы выбрали Мэри, то Елен вы всегда сможете найти на Ислата Сора в Шарптауне. Она, если это официальная игра, ну, не пиратка, то она будет стоять либо ходить в резиденции возле акулы. Но если у вас пиратка, то вы ее больше уже не увидите. Шторм, ну, куда ж без него. В каждой из записей попадали. Дело порывающие, конечно. Конец. Конец. Важной. Важной. Присо. Родами. 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 Ужимаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока ты отсутствовал, мы с Акулой Додсоном уже много обсудили и пришли к обращению мнению по локтоз о ликвидации Лавесера. Отправляйся на Ислата Соро и поговори с нашим новым главой. Он изложит тебе наш план и покажет всю возможную помощь. Наконец-то я чувствую, как запахло порохом. Не буду терять времени и выдвигаюсь на Ислата Сора. Шарль, погоди ещё минутку. У меня для тебя два подарка. За твою помощь братству и Елен. Первый, вот этот заговорённый оберег Сарацин с далёкого востока. Девочары укрепляют дисциплину на корабле. Проверено мною лично. Держи. Спасибо. А второй, просто на память о минувшем приключении. Я убедил совет отказаться от этого смешного пережитка. Использование каменного осколка. Больше они не нужны. Я отдам их тебе. Быть может, ты смеешь найти какое-нибудь применение. Применение осколком? Не знаю. Но как память возьму обязательно. Ну и не забывай своего старого друга, Шарль. Заглядывай ко мне, как будешь в Блюэльке. Посидим, попьём аромы. Я всегда рад тебя видеть. Конечно, Ян. Нам ведь теперь есть о чём вспомнить, да? Ладно, отправляюсь в путь. Удачи, Шарль. До встречи. Ну вот и всё. Пиратская сага у нас завершилась. Ян сказал, чтобы начать новый квест, так сказать, чтобы усторонить губернатора Таратуге, нам нужно путь к Акуле в Шарль Таун. Ну а сейчас я поплыву на остров кораблей по Майори. А, у нас ещё и бунт. Пиратская сага у нас, крыта. Кэрных не брать! Да, ян же, кстати, покинул у нас уже. Насколько там. Нет. Не знаю, как вам, может, Елен, вам больше нравится. Ну, не знаю. Во время прохождения этой пиратской саги, во время квеста Тени Прошлого, ещё там были какие-то моменты, что... Они намекают, как бы, что взять себе Мэри, да и мне её, как-то, жалко оставлять на этом острове. У Елены так есть, как бы, с твой уже целый остров, она не пропадёт, а вот у Мэри, как бы, никого нету, поэтому я выбрал её. Ох, наконец-то. Теперь за мной охотники за головами не идут. Просто замечательно. Вроде бы где-то здесь. А-а-а-а, большой у меня кораблик, что ли. Вот, блин. Ладно. Залетим на этот вот Оскаров. Пусть иметь кораблик попрёще. И отправимся за вторыми приключениями. Ты-то нам и нужен, приятель! Пусть иметь кораблик попрёще. Покупаем себе кораблик попроще. Ну, вот это вот. И нам подойдёт. Крестьянин, ремесленник, или, или, может, всякий найдёт у меня... Ну, что ж... Теперь... Снова отправляемся на этот Оскаров. Я прошу прощения за то, что... Ну, как бы... Тяну время. Просто я предпочитаю проходить игру, как бы... Ну, как бы объяснить... С интересом. То, что выйдет впереди, я... Не знаю. И оно так интересней проходить. Было, когда ты проходишь игру, А потом... Заново нужно проходить её. Так неинтересно. Я... Не про... Почитаю так её проходить. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Наделаю... Всё раз. Записываю. Так как есть. Снова... Вот. Я, короче, купил очень маленький класс. Теперь... Спускаемся на Оскаров. И ищем Мэри. Она должна быть в каюте. Либо ждать нас уже. Не знаю. Ага. В каюте. Идём в каюте. Ты какой толстый, а? Вот падла. А это ещё что за каракатица? А, конечно. Стой, где стоишь. Стой, где стоишь. Без неё? Значит, она всё-таки не смогла покорить твоё сердце. Мэри, твои подозрения и опасения были напрасны. Кроме тебя, для меня никого не существует. В мыслях и мечтах я всё время был с тобой. Ты не обманываешь, Шарль? Ты действительно думал обо мне? Ну, конечно. Разве я тебя хоть раз обманул? Не многое прошлось пережить за время нашей разлуки. И я больше никогда не хочу расставаться с тобой, мой талисман. Правда, Шарль? Я пойду с тобой хоть на Харай Света. Я не обману и не предам тебя никогда. Клянусь. Верю, верю, дорогая. Я тебя тоже не обману и не предам. Так, обмени. Скажи мне. Да, мы будем вместе, Мэри, всегда. Как Данаэль и Натанаэль? Смеётся. Да как мы в Данаэль и Натанаэль? Шарль, я люблю тебя. Если ты этого хочешь, я стану твоей женой. Да. Мэри, ты ведь меня ещё совсем мало знаешь, но такая постановка вопросов мне очень-очень по душе. Мы ещё вернёмся к этому разговору. Ну, а теперь твоё пребывание на этом корабельном кратбище окончено. Добро пожаловать нас одной и в большой мир, дорогая. Тогда проведём последнюю ночь на острове здесь, на Цересмите вдвоём. Только ты и я. Я никуда не отпущу тебя до завтрашнего утра. Да. Ну, поскольку мы не на моём корабле, то я подчинюсь твоему приказу. Так. Вот. Мэри. Мы забрали. Ну, на этом как бы пиратская сага окончена. Что ж. Вроде ничего не забыл. Всё сделали. Поэтому я уже буду заканчивать запись своего видео. Спасибо всем за просмотр. Возвращайся скорее! Я буду ждать тебя! Да! Капитан Шарли. Офицер Мэри Каспер готова приступить к своим обоз... обеззанятностям. Отлично, офицер. Приказываю немедленно прибыть на моё судно. Но первое задание нужно выполнить прямо сейчас. Поцеловать своего капитана. Есть, сэр. Так. Ну, думаю, вот и всё. На этом закончим уже. Потому что все дела мы как бы уже сделали. Так. Ещё посмотрим, какая вот Мэри по характеристикам у неё 20-ый уровень. Ну, да, бородажника она, как сказать, очень даже неплохая. Смотрим. Хоть у неё и плохой уровень. У меня вот 41-ый уровень. У меня 335. Капитан. У неё 20-ый и 445. Это мне уже нравится. Поэтому она точно у нас будет продажником. Ну, а этого мы ещё врачом просто не поставили. Так что тогда так. Ну, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Ну, а мы встретимся уже в Шартауне с Акулой. Всем пока.